СБММ, он же Skill Based Matchmaking, это система, которая используется в онлайн-играх для сопоставления игроков с определенным уровнем навыков и опыта. Она работает путем анализа игровых данных, таких как уровень игрока, количество побед и поражений, среднее количество убийств и смертей и так далее, чтобы определить уровень навыка игрока. Когда игроки подключаются к игре, система СБММ помещает их в матч с другими игроками с похожим уровнем навыков. Это сделано для того, чтобы обеспечить более ровную игровую среду, где игроки могут играть с теми, кто имеет схожий уровень опыта и навыков. Применение СБММ имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, она позволяет игрокам получать более справедливые матчи, где они могут находиться на равных условиях с другими. С другой стороны, она может быть воспринята как ограничение свободы игры, поскольку она ограничивает возможность играть с разными игроками и приводит к тому, что матчи могут быть менее разнообразными. В целом, СБММ является инструментом, который разработчики игр могут использовать для того, чтобы обеспечить более ровную игровую среду своих игроков. Идея СБММ в онлайн-играх появилась еще довольно давно, но ее первые воплощения были грубыми. Например, в ранних версиях онлайн-игр, таких как Фейла 2, матчмейкинг осуществлялся исключительно на основе географического расположения игроков, без учета их уровня и навыков. Однако, с развитием онлайн-игр и возросшей конкуренции на рынке, разработчики начали обращать внимание на СБММ. Они стали использовать различные алгоритмы и методы анализа данных, чтобы определить уровень навыков игроков и создать более справедливые матчи. Популярность СБММ возросла в последние годы, особенно в многопользовательских играх с боевыми задачами, так называемые шутер-геймс, таких как Call of Duty и Overwatch. В этих играх система СБММ используется для того, чтобы создавать матчи с игроками, которые имеют похожий уровень навыков и опыта, что в свою очередь помогает сделать игровой процесс более интересным, сбалансированным для всех игроков. Скиллбэйс Матч Мэйкингс, сочетание которой появилось в нашем обиходе с выходом MV19 года. Запатентована она была еще в 2017 году, в описании к которой было несколько интересных моментов. На бумаге это была система поиска лобби на основании ваших умений и множества статистических показателей в игре, что должно повысить качество игровых лобби и не обижать казуалов, закидывая их, например, компет-игрокам. Но была одна очень интересная маленькая сноска, что также учитываются и внутриигровые предметы игрока, купленные в внутриигровом магазине. Не сказано, правда, как они должны влиять, но по слухам аудитории игры влияние таково, что если на тебе донат шмот, то тебе подкидывают противников послабее на некоторое время, чтобы у тебя выработался рефлекс покупать скинчики, словно ты собака Павлова. Еще система понимает, какое ваше любимое оружие, и подбирает вам матчи на тех картах, которые лучше всего подходят для вашего стиля игры. Будь вы снайпер, карты будут большими, если вы любите ПП, то карты будут панамонер шипмента или шутхауса. Но также система понимает, какое оружие вы купили в магазине, чтобы вас отправлять на те карты, где вы лучше всего себя проявите, из-за чего у вас должно сложиться впечатление, что деньги потрачены не зря. Как только эта информация утекла в сеть в 2017 году, представители компании объявили о том, что этого ничего нет в играх, и на самом деле данный патент разработан еще в 2015 году и носит лишь исследовательский характер. Применяться в играх он не будет. Но мы-то с вами из будущего знаем, как оно на самом деле работает. Система стала применяться во всех играх Call of Duty, начиная с MV19 и также в Overwatch. Я ставлю за скобками аспект доната, так как и без него СБММ является полным мусором и мешает игрокам, хотя и не всем. Сначала о тех, кому скиллбэйс матчмейкинг полезен. Ну, конечно, игрокам, которые заходят в тот или иной проект, всего лишь раз в неделю и хотят просто получить удовольствие, а не фрустрировать. Снова это слово из будущего. Система подберет вам таких же казуалов, прямо как клуб по интересам, и вы будете играть в свое удовольствие. Но вот загвоздка. Такая система убивает весь прогресс в игре напрочь. Думаю, многие помнят мудрое высказывание «Если хочешь развиваться, то окружай себя теми, кто в чем-то превосходит тебя». Думаю, таким игрокам и не нужно развитие, с учетом того, что нужно перетягивать людей с мобилок на свои платформы. То данная система не такая уж и плохая. Ведь на мобилках просто форменный ужас. На сервере вообще 80% лобби — это боты, которые передают привет из Titanfall, которые ненавидели за такое решение. Но разработчикам виднее, и они ботов добавили им в MV2-22 года. В сентябре 2021 года, когда разработчики игры Call of Duty Warzone объявили, что внедрят новую систему с BMM, которая будет учитывать не только навыки игроков, но и типу устройства, на котором игрок играет, они заявили, что это позволит более точно выстраивать матчмейкинг и создавать более сбалансированные игровые сессии. Ну да, все мы знаем эти лобби, клавамышеров, ВС и геймпайлеры. Теперь о тех, кто хочет прогрессировать и развиваться в игре. Когда вы начинаете что-то новое, будь то школа, университет, работа, какое-то увлечение, вы всегда проходите через этапы обучения, оттачивание навыков и профессионал. Этапов на самом деле больше, но я вам обозначил принципиальный путь, который вы будете проходить в жизни так или иначе. И этот процесс в игре, который может быть выражен в любом виде, будь повышается ваша точность, ваш показатель КД, ваш показатель вин-луз и так далее. А теперь смотрите вариант моей статистики в Вангарде, где я отключен с BMM, и в MV2, где он имеется. А мой уровень скилла при этом одинаковый, да и механика в играх схожа. А как вы думаете, в какую игру мне интереснее играть и ощущать свой прогресс? Ощущение прогресса это то, что и убивает скиллбэйс матчмейк, из-за чего игрокам, которые хотят развиваться, становится абсолютно неинтересным. Как только ты начинаешь играть лучше, тебя сразу кидает в лобби, где все лучше тебя, ну или большая часть. Да, справедливо заметить, что я сам же сказал, чтобы развиваться, нужно окружать себя тем, кто лучше тебя. Но для того, чтобы понять, что ты стал лучше, тебе нужно иметь вокруг себя достаточное количество тех, кто хуже тебя, чтобы понять, что ты на следующем уровне. В случае же с BMM этого перехода вы не замечаете, и вам кажется, будто вы находитесь на одном уровне всегда, то есть стагнируете. А вот когда нет с BMM, то тогда вы на сервере встречаете 3-4 человека сильнее себя, умирая от которых, начинаешь думать иначе, менять тактику, оружие и свой подход в принципе, а остальные остаются фоном. Что же все-таки лучше, удовлетворить потребности казуалов или же игроков, которым хочется к чему-то стремиться? Ну, смотрите сами, если казуалов миллион, то компет игроков, думаю, наберется тысяча, то, думаю, ответ очевиден, и понятно, почему Call of Duty уходит в эту сторону. Но есть же проекты, где все противоположно и работает по принципу «легко изучить, сложно стать мастером». Популярным примером является Counter-Strike GO. Но стоит понять, что проект занимает эту нишу, а код решил занять нишу шот-урок на вечерок и развивается именно в этой конве. Хочется еще рассказать, как уменьшить влияние SBMM на вас, как на игрока. Если вы играете в MV2, то перед запуском матча зайдите в настройки лобби, и если вы ни разу туда не заходили, то у вас выбран пункт «Нет предпочтений», что означает, что скиллбэйс матчмейкинг выкручен на максимум. А если вы берете любой другой пункт на основании ваших желаний, то влияние SBMM будет снижено, а игроки будут подбираться по принципу лиги или эшелона. Ну, как в компет-решимах. В некоторых играх стоит изучить, как работает данная функция. Так, например, в июле 2021 года исследователь из Нидерландов обубликовал статью, в которой он рассказывал о том, как он нашел способ обойти SBMM в игре Apex Legends. Он утверждает, что это возможно благодаря особенностям алгоритма скиллбэйс матчмейкинг, который опирается на количество побед и поражений игрока, а не на его фактические навыки. Разработчики игры заявили, что они работают над улучшением SBMM и борются с такими нарушениями. А вот в марте 2021 года некоторые игроки Fortnite обнаружили способ обойти SBMM, используя игровых ботов. Они создавали новый аккаунт и играли с ботами, чтобы искусственно занизить свой уровень навыков и попасть в матчи с более слабыми игроками. В декабре 2020 года игрок Call of Duty Warzone опубликовал видео на YouTube, в котором он показал, как он использовал VPN-сервис для обхода SBMM в игре. Он утверждает, что этот метод позволил ему играть с игроками из других регионов и получать больше побед. В тот момент я играл на консоли и достаточно было просто поменять регион на штаты вместо Российской Федерации и вуаля, ваше лобби было сильно проще. Из-за того, что у нас на территории игроков меньше, а вот скилловых игроков у нас гораздо больше. SBMM сегодня применяется в большинстве популярных игр. Таких как Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Warzone, Fortnite, Epyx Legends, Overwatch, Rocket League, League of Legends, Dota 2, Rainbow Six Siege, Warzone и так далее. Получается так, что вам не избежать контакта с данной системой, если вы увлекаетесь играми, а возможно эта система скоро просочится и в другие сферы нашей с вами жизни. Да, мудрость не всем быть генералом, солдатами тоже нужно быть, подчеркивает важность того, чтобы у каждого человека были возможности и ресурсы для того, чтобы принимать участие в различных сферах жизни, несмотря на уровень навыков и способностей. Однако, когда речь идет об играх с соревновательной составляющей, SBMM позволяет создать более равные условия для всех игроков, независимо от их уровня навыков. Это может быть особенно важным для новичков, которые могут быстро потерять интерес к игре, если будут постоянно проигрывать из-за своего низкого уровня навыков. Таким образом, SBMM может помочь создать более увлекательную игровую среду для всех игроков, в том числе и для тех, кто еще не достиг высокого уровня мастерства в игре. Подводя итог, хочется сказать, что лично для меня skill-based матчмейкинг это боль, которая мешает мне получать удовольствие от игры. Так как мой уровень немного выше среднего уровня игроков и значительно выше уровня казуалов, а вот если бы я относился к любителям, думаю, просто поиграть вечером мне бы было бы в кайф. Я бы, наверное, был рад тому, что игра помогает мне получать удовольствие, а также радовался битвами с ботами в мобильной колде. А к какому типу игроков относитесь? Пишите об этом в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok